В поселке Сокол отремонтировали волейбольную площадку. Находится она за спортивной школой. Помимо волейбольной в поселке есть футбольное и баскетбольное поле, а также хоккейная коробка. Также на территории спортивной школы есть уличные тренажеры. Излюбленное место соколовцев. Занимаются там не только дети, воспитанники различных учреждений, но и взрослые. Во время работы лагеря пришлось даже сделать расписание посещения площадки. Поскольку желающих было очень много. Также в поселке продолжают строить новые дома. Облагородят и близлежащую территорию. Реконструируют сквер. Дом, который достраивается, будет новый сквер. Практически он будет смыкаться с этими спортивными сооружениями. Это, я считаю, очень удобно, потому что дети могут поиграть в сквере, могут пойти на спортивные сооружения позаниматься. Это большой плюс для поселка. Также хочу сказать о некоторых работах, которые были проведены мэрией в поселке Сокол. Вы все видите, что объекты соцкульпт-быта – это школа, отремонтированная кровля спортивного зала, которая у нас протекала, как бы беда наша была. Также кровля социально-педагогического центра практически полностью меняется с заменой стяжки и замена верхнего покрытия кровли. Подрядчик приступил к ремонту фасада дома культуры. Андрей Кудинов рассказал, что в этом году также планируется выделить деньги на замену окон детского сада. Ремонт кровли на следующий год. Кроме того, благодаря местному бюджету в поселке восстановили шесть муниципальных нежилых квартир. Три из них для сирот. Еще три квартиры отремонтируют в скором времени. И школа, и дом культуры, и детский сад – самые старые постройки в поселке. Начало 60-х годов прошлого века. Кроме того, специалисты занимаются очисткой территории, отсыпкой в тех местах, где Глуд еще не начал асфальтирование. Заасфальтировали уже три двора. Общей площадью более тысячи квадратов.